Чага березова Чага это вид гриба, который паразитирует на различных деревьях, в том числе и на березах. Маленькая спора чаги прививается к стволу березы и может вырастать до огромных размеров. За это время тело гриба насыщается активными веществами, имеющимися в березе. В результате этого чага приобретает множество полезных свойств от той же самой березы. Внешне березовая чага напоминает округлый нарост до 40 и более сантиметров в окружности и весом до 5 и более килограммов. Окрашенный в черный цвет, сильно потрескавшийся поверхностью. На ощупь гриб влажный и мягкий. Напоминает губку. Сбор. Собирать чагу можно практически круглый год. Есть рекомендации это делать весной и осенью, поскольку в этот период активность гриба повышена. Другие говорят, что лучше это делать зимой, поскольку содержание биологически активных веществ в это время достигает максимума. Мое мнение таково. Возможно весной и осенью береза пытается активно избавиться от гриба и в это время в ней больше всего ктерина. Ну а зимой просто больше питательных веществ для выживания в суровое время. Наросты чаги срезают ножом, а лучше срубить топором, спилить. Это дело не такое простое. Рекомендуется использовать наросты, расположенные повыше на стволе березы. Считается, что полезные свойства находятся, расположенные на верхушке гриба. Я думаю, что верхушкой будет наружный слой чаги, который растет среди на гриба. Просто проводник питательных веществ. Срезанные наросты нарезают на куски не более 6 см и сушат в проветриваемом помещении, расстелив тонким слоем. Можно сделать это в духовке, сушилке. Сухая чага хранится в герметично закрытой стеклянной посуде не больше 2 лет. Состав. В березовой чаге содержатся различные химические элементы. Медь, марганец, калий, цинк, кальций, алюминий, железо и другие. В зола чаги содержится большое количество марганца. Биологически активные вещества, которые являются жизненно необходимыми для здоровья человека. Гриб содержит различные кислоты, муравьинную, щавелевую, масляную, уксусную и другие. Лингинг, клетчатку, свободные фенолы и так далее. Эти вещества укрепляют кости, улучшают кальциевый обмен, помогают противостоять аллергии, укрепляют мышечные стенки и стимулируют правильную работу сердца. Чагу используют при язвах желудка и гастритах. Она дает слизь, обволакивающую стенки желудка. Прием чаги повышает общий тонус организма. Сердце лучше работает, организм укрепляется. И многие тяжелые болезни отступают. Для березы чага представляет опухоль. Дерево, борясь с ним, вырабатывает особые вещества птерины, которые в обилии направляются в опухоль, то есть в гриб чагу и накапливаются там. И именно благодаря этому березовый гриб чага применяется для лечения злокачественных опухолей у человека. Птерины, накопленные в чаге, способны подавлять болезнетворные процессы в организме человека. Поэтому чагу часто используют в тех случаях, когда невозможно применить лучевую терапию или хирургическое вмешательство. Она не избавляет больных от опухоли, но останавливает процесс ее роста, улучшает самочувствие и снимает боль. Свойства. Вещества, входящие в состав березовой чаги, определяют ее свойства. Вот они. Иммуномодулирующие, стимулирующие, противовоспалительное, противоопухолевое, спазмолитическое, мочегонное, антимикробное, заживляющее, общеукрепляющее. Применение. А свойства, в свою очередь, определяют область применения. Березовый чагу используют при лечении следующих болезней. Миома матки, гастрит, аденома, артрит, бронхит, болезни печени, атеросклероз, варикозное расширение вен, гипер и гипотония, нефрит и пилонефрит, герпес, опухоли различной природы, мигрень, кожные заболевания, грипп, депрессия, сахарный диабет, желчекаменная болезнь, запоры, кашель, колиты, метеоризм, мочекаменная болезнь. Старину народной медицины чагу широко применяла при желудочно-кишечных заболеваниях, гастрит, язва желудка и опухолях. Считается прекрасным биологическим стимулятором, оказывает положительное влияние на центральную нервную систему, обмен веществ, повышает сопротивляемость организма фикционным заболеваниям, в некоторой мере улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Настой из березовой чаги в домашних условиях. Настой. Березовый гриб чагу можно купить в аптеке и приготовить из него настой. Чашку измельченного гриба заливают четырьмя такими же чашками питьевой воды. После этого емкость с настоем закрывает крышкой и выдерживает при комнатной температуре двое суток. Процеживают и выпивают в течение дня равными порциями. От регулярного приема чаги чувствуется прилив энергии, мышцы сердца крепнут. Вариант. Если же вы самостоятельно собрали березовую чагу, то настой из него готовят так. Сначала гриб обмывают водой, затем замачивают кипяченой водой, чтобы тело гриба было погружено в воду и настаивают 4-5 часов. Потом его измельчают на терке, на мясорубке. Одну часть измельченного гриба заливают пятью частями по объему воды, подогретой до 50 градусов Цельсия. Настают в течение 48 часов. Все, настой готов. Его можно хранить 3-4 дня. Мои пояснения. Не заливайте чагу кипятком. Она должна дать настой живые вещества. Кипяток все убьет. Поэтому чагу заливают водой комнатной температуры. А полученный настой можно хранить неделями. Он бактерициден. Три дня это перестраховка. Да, и приготовьте сразу настой на 3-4 недели вперед. Готовый настой храните в прохладном темном месте. При опухолях взрослые пьют не менее 3 стаканов в течение суток дробными порциями. Во время применения настой чаги рекомендуется исключить из питания копчености, консервы. Всевозможные острые приправы. Пища должна быть немного подсолена. При лечении настой чаги делайте перерыв каждые 2 месяца по 10 дней. И снова продолжайте курс. Как говорилось ранее, чага успокаивает боль, а общее самочувствие улучшает. Если опухоль в начальной стадии, то настой чаги может задержать ее развитие. Пожилым людям. Настой чаги снижает давление, снимает головные и сердечные спазмы, чувство усталости, лечит простуду, чистит печень, успокаивает головные боли, помогает от бессонницы, ускоряет обмен веществ. Поэтому он полезен пожилым людям. Помогает устанавливать привычные запоры, ведь он слизистый напиток. Для этого в течение 7-8 дней рекомендуют применять настой чаги 3 раза в день по полстакана за час до еды. После того, как выпили настой, ложитесь на правый бок и так полежите около часа. Естественно, чтобы убрать запоры, надо очень многое пересмотреть в своей жизни вообще, не только в питании. От повышенного давления, порошок чаги, чайная ложка, смешать с чайной ложкой травы омелы. Омела, растение паразит, которое вот паразитируется на... Залить в термосы 400 мл кипятка. Настоять 3 часа, пить по стакану 3-жды в сутки, курс лечения 2-3 недели. При желудочно-кишечных заболеваниях, пейте настой чаги 3 раза в день до еды от половины и до одного стакана за один прием. Чай из чаги. 20 граммов сырья залейте литром кипятка в термосе. Ночь настоять. В течение дня выпить как чай. С лечебной целью его почти не применяют. Так просто пьют, как чай. От бронхита возьмите столовую ложку чаги, 2 столовые ложки сока алоэ, мёда 100 грамм, всё смешать, хранить в тёмном месте. Полученная смесь повышает количество лейкоцитов в крови. Десертную ложку смеси развести в стакане горячего молока. Пить по полстакана утром и вечером за час до приема пищи. Курс до полного выздоровления. Противопоказания к применению. Лекарственные препараты на основе березы имеют ряд противопоказаний. Отвары и спиртовые настойки из березовых почек, листьев противопоказаны при почечной недостаточности вследствие возможного раздражения нежной ткани почек. При остром и хроническом лумеролонефрите препараты на основе березовых почек применять не рекомендуется. Березовый сок крайне осторожно следует употреблять людям, страдающим аллергией на березовую пыльцу. Чага противопоказана страдающим хроническим колитом дизентерии. Прием березовой чаги не рекомендуется совмещать с употреблением следующих продуктов. Витамин А и В, копчености, острые блюда, приправы, мед, сахар, виноград, кондитерские изделия, консервированная продукция, животные жиры, мясная продукция, алкоголь. Используя чагу не делайте внутривенные уколы глюкозы, инъекции пенициллина. Пенициллин антагонист чаги. Деготь не рекомендует применять при следующих заболеваниях и состояниях. Острые хронические воспаления кожи, острая экзема, дерматиты, эксудативный псориаз, фолликулит, форункулез, угревая сыпь, заболевания почек, беременность. В целом препаратами березы не рекомендуют лечить маленьких детей и кормящих мам. С особой осторожностью используют березу в период беременности. Ну вот и все, что касается информации о березе. Вы ее прослушали, кто прослушал, может сделать отзыв. Лично я для себя очень многого подчеркнул, особенно в борьбе с вирусными инфекциями. Здесь прекрасная информация, которую можно и нужно применять. Так что давайте свои отзывы. Если вы найдете еще какую-то информацию, которой нет вот в этой статье, которую я вам написал, прочитал, вы можете сбросить мне ссылочку, чтобы я ознакомился и обогатил эту статью нужной полезной информацией. Приветствуется особо, если вы опишите свой опыт использования березы и производных свойств лекарств на ее основе. Это самое лучшее. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.